Приветствую вас. Для начала можно говорить о том, каково значение для вас, девушек, то есть, иными словами, почему они обладают для вас таким большим значением, настолько большим, что вы боитесь с ними знакомых. Откуда такая значимость, девушек, для вас? Это вот первая магия. Откуда столь высокая значимость для вас, девушек? Какие свои потребности, какие свои желания, может быть, внутренние противоречия, вы пытаетесь с помощью девушек разрешить? Второе. Чего именно вы боитесь? Вы знаете, можно не быть, в принципе, интересным собеседником. И можно, в принципе, не читать уйму книг интересных. Хотя это, безусловно, нужно. Но если вы уверенно в себя несете, если вы принимаете себя таким, какой вы есть, и цените себя, а также имеете адекватное представление о том, каковы ваши плюсы, ага, каковы ваши достоинства, каковы ваши положительные стороны и так далее. Если вы все вот это для себя будете знать, то полагаю, полагаю, что проблем с тем, чтобы не бояться, у вас не будет. Вы боитесь потому, что не принимаете себя. Думаете, что плохой собеседник? А плохой собеседник, простите, это какой? А хорошая собеседник, это какой? Понимаете, нету какого-то единого стандарта в том, какими должны быть собеседники. Вот нету какого-то единого стандарта. И вам нужно понимать, постараться, по крайней мере, понять, что вы уникальны сами по себе. Только эту уникальность вам нужно в себе раскрыть. Эту уникальность вам нужно увидеть в себе. И тогда, я полагаю, проблем будет у вас гораздо меньше. Опять. Далее, вы говорите о том, что не знаете, о чем можно разговаривать. То есть вот, не знаю, что говорить при встрече. Здесь ситуация, конечно, довольно интересная. Тут надо бы узнать, и сколько вам лет, и какие у вас интересы, какие у вас увлечения, какие у вас предпочтения, какие у вас взгляды, ценности. Все вот это вот, в принципе, довольно важно, если мы говорим о том, забыла налаживать контакт. И я бы хотел, чтобы вы для начала постарались бы определить вам самому, вот именно вам самому, что интересно. Чем бы вы могли поделиться с другим человеком? Что бы вы могли ему рассказать? Вы понимаете, какая штука? Если у вас нет собственного интереса, если у вас нет собственных увлечений, то и поговорить с другими людьми, естественно, вам будет сложно, потому что... О чем? А если свои увлечения у вас будут? И если вы, тем более, не будете их как-то стесняться, если вы будете их активно продвигать, то вот вам и уже очень хорошая, я бы даже сказал, крепкая основа для того, чтобы заводить беседы с девушками. Но заводить беседы с девушками нужно о том и в том, в чем вы сами разбираетесь. Потому что, ну, надеюсь, это понятно, что если вы сами в чем-то не разбираетесь, то вряд ли вы можете и с человеком об этом разговаривать. То есть здесь, в принципе, как вам и сказали мои коллеги, на мой взгляд, правильно, здесь вам нужно повышать свой кругозор. Это, в общем-то, очень хороший, ну, хороший момент. Только, знаете, в чем, в чем тонкость? Тонкость в том, что кругозор не должен повышаться как-то искусственно. То, что интересно, то, что соответствует вашим убеждениям, ценностям, взглядам, стремлениям и так далее, то и нужно продвигать. Тем и нужно работать. А иначе ситуация может быть довольно такой плачевной. Далее я бы вам рекомендовал бы сделать следующее. Вот вы говорите о том, что я думаю, я плохой собеседник и со мной не о чем поговорить. Это занедленная самооценка. То есть вот есть у вас такая черта, как разительная самооценка. И я полагаю, что именно с тем, с этим связано то, как вы относитесь к себе. И вот видим, кто не нужно что-то делать. А именно, более ценностно к себе относиться. Обязательно более ценностно к себе относиться. И учиться ценить себе недостатки. Учиться принимать себе недостатки. Учиться принимать себя таким, какой вы есть. Для этого необходимо разбирать ваши качества, в том числе и негативные, в том числе и позитивные. Чтобы вы по-другому на них смотрели, на свои качества я имею ввиду. Чтобы вы по-другому их воспринимали. Для этого я предлагаю вам в части увлечений и в части занятий воспользоваться схемой ценностей. Идея, форма. То есть, что вам вообще интересно. И то, что вам интересно, определяется именно вашими ценностями такими, какие они у вас есть. Ну, я бы сказал, знаете как. В таком первозданном виде. Или лучше сказать, в первоначальном, может быть, виде. И исходя из этих ценностей, вы уже будете определять свои увлечения. А увлечения ваши будут определять вашу деятельность. А деятельность, опять же, и обеспечит вам то необходимое взаимодействие с людьми. В том числе и с девушками. А вы, девушек, пока выделяете в некую отдельную категорию. Что и запределяет, естественно, взаимодействие с ними. Потому что девушки это не отдельная категория. А девушки это такие же люди. А ты так не нужна именно так. А у вас, получается, нет. У вас, получается, нет. Не так. И вопрос. Почему? Вопрос, почему? Так. Я думаю, здесь особо не стоит, потому что, очевидно, что девушки вам нужны для, собственно, своих определенных целей. Ну, может быть, вы пытаетесь с помощью них, там, как-то реализоваться и так далее. В любом случае это не есть правильно, это не есть краще. Реализовываться через кого-либо, это неконструктивный путь в любом случае. Поэтому рекомендую вам об этом подумать. Далее. В контексте повышения самооценки, я предлагаю вам определить то, в чем вы в себе не уверены. А далее, помимо того, что вы будете стараться себя принимать таким, какой вы есть. Помимо этого, я думаю, что необходимо на основании того, в чем вы в себе не уверены, формулировать задачи, которые образуют цели. И через эти самые цели купировать, то есть принижать немного ваши негативные проявления ваших качеств. То есть, иными словами, это работа над собой. Это вот не делается так вот, к сожалению, скользко. Это не делается так вот, к сожалению, быстро. Это работа. Это ваша работа над вами. Это ваша работа над собой. Если вы хотите, чтобы ситуация действительно изменилась, чтобы она стала другой. То есть здесь все зависит еще и от вас. Я надеюсь, что вы это будете учитывать и, собственно, выберете себе эксперта и будете с ним работать. Но обязательно вот эта вот схемка, несколько-две схемки, которые я вам дал, они в любом случае вам нужны для того, чтобы начать хотя бы понимать, с чего вам исправлять свою ситуацию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!